Евгений, ну вот, видите, мы в центре Киева. Смотрите, какая красота. Красота? Когда-то большевики этот собор взорвали, но уже с помощью, кстати, братьев Кличко его восстановили. Ну, большевики много чего напортили, и много бы напортили еще, если бы Зеленские сотоварищи себя хоть как-то дрогнули бы первый день, и они бы здесь уже все напортили. Сейчас, видите, ленинградские большевики что творят. Они не большевики, они Орда. Они хуже. А вот памятник, легендарный, знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, символ Киева, посмотрите. Да? Ну, так он сохраннее будет. Сохраннее будет. У них же хватит, это не мозги, да, нельзя сказать, что хватит мозгов, хватит безмозглости и сюда пульнуть. Конечно, конечно. Я очень боюсь, что когда они поймут, что все, они еще до сих пор не понимают, что все, это будет, да не достанься, что никому. Вот я очень этого боюсь. Вы считаете, так может быть? Ну, представляете себе, псих, у которого была параноидальная идея, и которая не реализована. Мы же с вами не, все-таки у нас нет какого-то, мы не доктора наук психиатрии, здесь доктора наук еще на консилиум могут собраться. А здесь случай тяжелый, клинический. Пациент тяжелый, да? Ну, пациент более чем тяжелый, и плюс того, что еще он свои симптомы заряжает как кассетные боеприпасы в телевизор, и с Останкиной еще херачит на 140 миллионов населения, а еще куда дотянется, где еще продолжает работать российское телевидение. Тоже жемчужина Киева, Софийский собор, потрясающе, видите, Софийская площадь, красота, да? Да, у моего друга там квартира за ним, с крышной террасой, и это наш вид последние 8, наверное, лет. Где вы были 8 лет, мы выпивали винтажное шампанское с видом на Софию. Как можно на такое было покуситься, да? На такую красоту, на такую святость? Он реально уверен, что здесь Собянин положит плитку чистую, вот без вот этого, вот этого, положит чистую плитку хорошую. Вот, здесь будет порядок, менты не вот такой забор, а настоящий большой. Вот, и пропуска, распознавание лиц, и это будет порядок. А вы все держите в беспорядке с вольницей, со своей. Вы могли... Он в этом уверен абсолютно, он помолится в лавре, там тоже наведет порядок, везде будут стоять чекистские священники, они вот черти кто. У нас в лавре и так чекистские священники. Ну, не справились. Ну, уже все, да, уже похоже все. А скажите, пожалуйста, вы могли себе представить, вот вы же умный человек, вы же знаете этих ребят чекистов. Вы могли себе представить... Я не настолько умный, видимо. Или не настолько знали их. Могли себе представить, что они попрут? Вот так. Ну, я до последнего, в общем, не верил. Я 15 или 14 января написал пост, такое, воззвание никуда. Я написал, что если бы руководство Украины или там Зеленский могли бы это прочитать и поверить, что немедленно разрешить продажу оружия, вот, во всяком случае, тем людям, которые могут быть верифицированы как ответственные граждане, как это в Израиле или в Висконтине. В Швейцарии? В Швейцарии. Я написал 15 или 14, ну, в общем, за 5 недель до этого, что если бы мой голос как-то влиял, я бы, ну, хотя бы, не знаю, 2 миллиона раз дать стволов. Как, ну, понятно, что к таким операциям, как Тетенбаум, готовиться заранее, это операция, которой не получилось у Рейха. Они решили не проводить из-за отсутствия центра принятия решений в Швейцарии после того, как они дали приказ, что защищается каждая деревня. И каждая деревня была полностью вооружена. Да, и они, там, суть была приказа, что если они услышат, что центр Пала капитулировал, воспринимать как дезинформацию, рубиться до конца. Вот, понятно, что, как мы сейчас видим, ну, наверное, это можно было все-таки этот закон сделать более хитрым образом и вооружить ту часть, которая политически, которая порядочная, да, но легко выявить все-таки порядочных людей. С нынешней-то идеей это вообще несложно. Да, да. Вот. И все-таки это сделать. Ну, я думаю, что после войны будет оружие легализовано, я надеюсь. Потому что его на руках будет столько, что это просто нужно будет государству признать, что это так. Почему он пошел? Как вы думаете, Путин? Не увидел дальнейшей перспективы сохранения рейтинга и власти. А война все спишет. Причем это же священная война, и он собирает территории. Поэтому, если что-то будет не так, плохо, несвободно, не будет там, отберут бизнесы, увеличат налоги. Это все во имя святой великой идеи. Условно. Больная голова у него, как вам кажется? Или он здраво все рассчитал? Идея маниакальная, а прикладно он, конечно, не дурак. У дурака бы такое не получилось. Он не дурак. Он, безусловно, талантливый человек. Просто знаете, как однажды на военной кафедре мы экспериментировали с веществами. И вещества не успели пройти до начала экзамена. И мы сосредоточились, и все очень правильно рассчитали на военной кафедре. Я, в целом, по идее, офицер российской артиллерии. Вот так вот. Предлагаю, кроме меня, больше никому об этом не говорить. Мы никому не скажем. Вот еще несколько пацанов, но они точно не расскажут. И мы все четко рассчитали и попали в цель. И всех убили в этой цели. И нас вызвали к доске подполковник Протопопов, который служил в Афгане. И заорал на нас, что мы дословно конченые пидорасы. Я обычно это слово не использую, хотя оно сейчас популярно. Но это же не ваше слово, Протопопова. Слово подполковника Протопопова. Вот, что из-за таких, как мы, два конченых уебка, мы потеряли в Афгане столько пацанов. Потому что в самом начале, будучи еще под веществами, мы в формулу забили. Наша команда – наблюдательный пункт. Вот, и рассчитали поправку на высоту. Все эти расстояния рассчитали правильно. Курвиметром по карте проползли. Поправку на деривацию рассчитали. Все рассчитали. Так, что накрыло абсолютно конкретно. Никого не осталось там в живых. В виртуальной нашей карте. Вот, просто мы изначально вводные дали неправильно. Это так и с Путиным. Рассчитал-то он дальше плюс-минус все изначально. А изначально вводные, неверные. Изначально вводные – это то, как людям хорошо не будет. Счастливо не будет, свободно не будет. Чувство величия, которое прекрасное дополнение, не знаю, там, к олимпийским победам. К запуску белых стрелок в космос. К Днепрогэсам, к, там, не знаю, большим металлургическим заводам, может быть. Он привернул к разрушительной машине. Вот. От которой ничего людям хорошего не будет. Он держится только на нефти сейчас. Было у России два союзника в прошлом лет. Это нефтегаз. Газовая история полностью провалилась. То есть то, как он хотел всех поиметь. Ну, абсолютно. Прокаиновая игла в Европу сломалась. Да. Псу перебили две ноги, и он перестал двигаться. Ну, я пытаюсь аккуратно показать, что это похоже на 451 градус по Фаренгейту. Да. Ну, это мы из антиутопии в антиутопию живем. В целом. Вы помните свои ощущения, когда вы узнали, что началась полномасштабная война? Да, я поменял номер на машине. Почему? Теперь он пиздец. Вы ездите по Лондону с номером пиздец? Да. В Лондоне понимают пиздец кому? Вы знаете, один раз выбежала женщина радостная и говорит, ой, ой, у моей сестры тоже день рождения, 13 декабря. Но ощущение ваше, вот какое было? Ну, абсолютно. Оно не менялось. То есть мы все просчитывали, что будет дальше. Мы тоже же, нам не хотелось верить, но мы просчитывали дальше. Страна изгой. Единственное, что мы, несмотря на то, что мы это говорили, и за несколько недель до полномасштабной войны был в Вильнюсе форум, где мы... Свободная Россия, да? Да, где мы... Наша панель была устойчивость, но неэффективность российской экономики, где мы все говорили о том, что это очень устойчивая машина, которая выкачивает из Запада деньги и может вот столько украсть, вот столько проебать, вот столько потратить на херню, вот настолько убить людей и вот столько-только поделить между гражданами, и этого все равно хватает. Вот. И несмотря на это, мы думали, что и санкции будут более эффективные, и она все-таки не настолько устойчива, настолько казалась. Ну, кто мог... Они рассчитали, что это вот все, что они исполнили, надолго поднимет цены на нефть и газ. Нефть в итоге подпрыгнула, но все равно держится сейчас на высоком уровне, который позволяет вести войну. Мы должны с вами это понимать. Да, конечно. Что нынешние 8 за баррель, какие бы скидки Россия не давала, как бы она ни оплачивала, ни миксовала, ничего бы ни там не делала с этой мефтью, хитрыми путями, с дисконтами, этого все равно более чем достаточно. Да, да. Вот. 400 танкеров – тайный флот, скрытый флот Российской Федерации. Если мир захочет их хлопнуть, она, безусловно, какое-то время еще подскочит, но если мир захочет их хлопнуть, вот тогда разговор по экономику уже можно считать очень актуальным. Пока они могут залатывать все дыры, допечатывая против этой валютной выручки столько рублей, сколько им нужно.